Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня у нас с вами будет большой обзор на мои покупки из магазина Вальберис. Купила я где-то на 3,5 тысячи. И давайте посмотрим, что же я купила. Так, покажу самую большую покупку. Первую. Это вот такая. Это у нас с вами современная железная дорога. Под названием Трек. Яркий трек. Где-то вот сейчас вот такие начали появляться. Которые там по деталькам. 600 штук деталек. Я взяла сразу побольше. Надеюсь, что она качественная. Очень на это надеюсь. Есть всякие мосты вон там, опоры. Да, вон мосты 12 штук. Еще чего-то там. Не знаю, короче, как это все делается. Что там, как там. Ни разу у меня в жизни такого не было. В фикс-прайсе как-то продавали такое. Но я не стала брать. Вот. И две машинки там, кстати, еще. Машинки буду докупать, наверное. Посмотрим там, что, как дальше будет. Вот. Стоила она где-то 1900. Ну, все ссылки, в принципе, цены и ссылки будут в описании. Там посмотрите, найдете. И на нее еще будет, кстати, отдельный обзор. Мы с вами ее соберем. Посмотрим, что там, как там, что там внутри. Как это все делается. Там все такое. Вот. Так же, конечно, вот такая у нас покупка. Это у нас баночки для мочи. Сдачи анализов. Я уже один такой покупала. Купила еще один. Попробовала, посмотрела. Нормальный, понравился. Ну, выходят они гораздо дешевле, чем в аптеке брать поштучно. Пускай будут. Они всегда, кстати, понадобятся. Они стоили около 300 рублей. Там их 20 штук. Так. Так же я купила... Как угадать, что это такое? Купила я деньги. Вот такие вот. Кстати, довольно хорошо, смотрите, упакована. Здесь прям упаковка такая классная. Деньги 100 рублей. Вот. Это ненастоящие деньги. А здесь, кстати, написано даже 21.21. Видимо, чтобы все равно было видно, что это ненастоящие. Вот. Купила я их для игры. Ну, с ребенком, чтобы играть, чтобы он вообще знал, как выглядят настоящие деньги. Настоящие же не возьмешь. Купила 100 рублей. Так. Купила здесь вот 50 рублей запаковано. Их, оказывается, 2 штуки. Я почему-то не заметила, что их 2. Было нарисовано 2 пачки. Но я думала, это чисто так до красоты. И купила вот так вот набором. Но оно вышло дешевле. 5 тысяч, конечно же, мне не надо. Но набором было вот так вот дешевле, чем я покупала бы по одиночке. Ну, и плюс еще 5 тысяч. 500, тысяча, да, и 5 тысяч. Короче, я купила. Чтобы быть богатым, нужно покупать деньги. Платить мало, а покупать много. Тогда вы будете всегда богатым. Ну да, это для игры. Вот в кассу играть с ребенком. Это удобно. Я в детстве, помню, всегда таких мечтала. И, наконец-то, моя мечта сбылась. Наконец-то. Я купила их. А то в детстве, я помню, мы играли с сестрой в кассу. И просто брали такую маленькую бумажечку и писали. 10 рублей. И так вот, на, я тебе даю 10 рублей. Там покупаю то-то, то-то. Так. Также купил конструктор. Такой вот. Упаковка была вскрытая. Была вот такая вот помятая. Ну, в Альберис это всегда, кстати, вот так вот. Когда покупаете, идите именно сами. Не просите мужей забрать. Потому что обычно, сколько я отзывов читала, муж не заметил, не знал. Забрал, пришло не то. Там, как возвращать, не знай. Там, вернут, не вернут, получат. Ну, короче, проблемы вот эти все. Ну, я посмотрела. Все, в принципе, на месте. Здесь вот все упаковано. Нам нужна была именно акула вот эта вот. Кто знает, мы собираем, я собираю из конструктора зоопарк. Ферма, зоопарк. И нам нужна была акула. Она где-то стоила очень дешево. Ну, здесь, конечно, акула очень, видимо, маленькая, малюсенькая. Ну, видимо, дешево стоила, поэтому упаковка вскрытая. Ну, ладно. Мне же не на подарок ее. Поэтому, как бы, ребенок даже ее в эту упаковку не увидит, возможно. Так, также я купила, наконец-то, домино для Димочки игральное. Вот. Купила именно вот ягодки тут, фрукты, овощи. Короче, вот именно вот такое. Я давно очень хотела. Она вроде бы там деревянная должна быть. Не знаю, все это будем с вами отдельно смотреть. Не знаю, сделаю ли я это все это огромным роликом. Ну, скорее всего, нет. Мне кажется, скорее всего, я сделаю по отдельности. Потому что огромный ролик, это слишком длинное. Вы все равно не смотрите. Так, купила я вот такую. Цветная капуста, овощи. Вот. И... Ну, как пуцели для малышей. Вот. Не знаю. Ему 3+, хотя написано. Не поздновато ему. Потому что он уже многое знает. Я покупала ежика для этого. Он его прям полностью с первого раза все собрал. Вернее, там как. Повторить за ежиком. Такая вот. Классная, кстати, штука. Она где-то около 250 рублей, по-моему, стоила. Она была дешевле. Но пока я собирала там закупку свою, она уже успела подорожать. Также я купила вот такие вот штучки. Это вот на палочке с веревочкой вдевать такие всякие разные бусины. К ней я еще докупила здесь фрукты, овощи. К ней я докупила еще вот. А здесь что у меня? Тоже, что ли, фрукты? А, фрукты... А, здесь у меня фрукты и формы. Да-да-да. Фрукты. А, и да, и формы. Фрукты. А здесь у меня овощи. Да, они, может быть, похожи. Ну, конечно, вот эта пакетика такой малюсенький. По фотографии он казался таким огромным, большим таким. Прямо это... Казались малюсенькие. Я даже так удивилась. Здесь друг... Не знаю, подойдут ли они, кстати, друг к дружке. Ну, посмотрим. Вот. То есть, ну, в принципе, мелкая моторика задействована здесь. Вот, развиваем моторику. Для семьи и друзей. Все вместе, может быть, это очень интересно. Собирать, не знаю. Развиваем воображение. Изучаем цвета. И... Замечательный подарок ребенку. Не знаю, как ему понравится, не понравится. Мальчик все-таки. Надеюсь, что понравится. Вот здесь заклеена упаковка. Надеюсь, что она не была вскрыта. Хотя, честно говоря, я надеялась, что она будет еще сверху. Как коробки конфет упаковывают. Что она будет сверху вот так же упакована. Так, более надежно. Как вот здесь, например. Вот она упакована же. Вот. Ну, и такая же вот маленькая. Ну, вообще прям... Малюсенькая. Так же я купила ремень. Давно хотел, давно мечтала о таком ремне. Сейчас появилась у нас мода ремни всякими с такими вот буковками. Вот этот тоже с буковками. Должен быть, я надеюсь, хорошим. Да, с буковками. Вот. Но он стоил летом 500 рублей. А сейчас на него была скидка 250 рублей. Где-то так вот, плюс-минус. Я подумала, надо брать. Сначала я отказалась, потом согласилась, потом решила все-таки брать. Думала, мне понадобится. Как раз я купила мантию. Она черная у меня. И думаю, к ней как раз этот ремень подойдет. Будет круто. Вот. Так. Так же я нашла наконец-то вот такие ножницы. Которые режут по-разному. Волнистые, там еще. Когда-то очень-очень давно в фикс-прайсе такие покупали. Я хотела купить, но меня мама отговорила, мол, зачем тебе они сейчас нужны. Купишь потом вроде. Даже лучше купишь. Я очень пожалела тогда, что я не купила их. Потому что сейчас бы не пришлось покупать. Вот. А сейчас пришлось покупать, тогда бы я купила за 50 рублей. А сейчас я уже купила их за 300-350 рублей, по-моему. Что я сейчас уже не помню. То есть, ну, такие вот штучки. Вот это вот там как-то снимается, это одевается. Ну, пять в одном. Как раз, я думаю, Димочке будет интересно что-то сейчас вырезать, разрезать. Все это, мне кажется, очень-очень интересно. Так, также я для волос купила вот такую штучку. Сейчас я стала шампунем пользоваться Гарниер. С ними у меня волосы как-то выпадают не так сильно, чем с другими. И заодно вот купила себе какой-то... Не знаю, честно говоря, я думала, что это маска почему-то, мне казалось. Когда я уже ее приобрела, потом пошла читать отзывы. Думаю, что там вообще девушки как пишут, что как. Какие там, ну, комментарии все эти. Это выяснилось, что наносится несмываемый крем. То, что помоешь голову, а потом она наносится. Вот, почему-то я этого не прочла, ну, не знаю. Получится как раз полный комплект. Потом посмотрим, потом я расскажу, что, как. Понравилось, мне не понравилось. Вот, также к Новому году, конечно же, я купила вот такие вот штучки. Они стоили по 108 рублей. Ну, блин, они настолько маленькие. Там написано, что 7 сантиметров. Ну, что-то, блин, вот я на нее смотрю, мне кажется, как будто нету 7 сантиметров. Она... У меня палец как раз вот 7 сантиметров. Мне кажется, поменьше. Заказывала такие 3 штуки. Одна пришла, у меня был такой вот олень полностью резной. И у него рог отвалился. То есть, она вообще не запакованная пришла. Ну, вот, просто за 108 рублей могли, в принципе, сделать и упаковать. Потому что я смотрела... Сима Лэнд, что ли, по-моему, он называется. Там они продаются гораздо дешевле. Рублей за 50 или даже меньше, что ли. С веревочками. Ну, вообще, прям просто малюсенькие, прям малюсенькие. Вот, от того оленя я отказалась. Ну, что мне сломано, это зачем нужен? Согласился на это. Совушка здесь прям, вот смотрите, классная. Мне понравилась олень. Так, и купила я вот такую штучку. Это заготовка для корзин плетения. Вот, но я буду с ней делать что-то другое. Даже вместе с вами, наверное, мы будем это делать. А что мы будем делать, вы узнаете попозже. Обязательно, кто не подписан, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить. Что-то очень интересное. Здесь их, кстати, 3 штуки. Вот, также, кстати, я заказывала, там было 5 штук разных размеров. Но она закончилась неожиданно. Но так... Я даже не заметила, что она закончилась. Так, давайте вот так вот вниз. Вы будете рассматривать, что там внизу. Так, также, конечно, я, конечно, очень давно искала вот такую игрушку. Это дубль. Дуб-бль. Вот, изначально я сначала заказала другую. Она быстро закончилась очень. Там как раз такие вот разные предметы обихода. То есть, стол, стул, там велосипед, там тра-та-та. Но она быстро закончилась и пришлось выбирать другую. И купила, конечно, опять же, как здесь, овощи, фрукты, да, формы. И здесь у нас, получается, овощи, фрукты. Ну, блин, ну она такая маленькая. Вот она. Я думала, она все-таки побольше такая коробка будет. Но она прям действительно очень маленькая. Вот. Их есть разные темы там. Что-то я находила еще какие-то животные, по-моему. Ну, животные это посложнее. А вот как раз сейчас ребенку запоминать вот это все. Это будет интересно. Она стоила где-то в районе 350 рублей. Но недавно на сайте я смотрела, она была уже около 400 рублей. Она уже подорожала. Хотя такая маленькая коробочка, мне кажется, она должна быть подешевле все-таки. Потому что в магазине я видела коробку побольше, другую немножко. Там тоже где-то около 400 она была. Так. И последняя вещь на сегодня у нас. Это вот такая вот. Тоже на нее была акция. Аквамозайка. Я думаю, что Диме будет интересно, потому что он любит мозаики всякие. А здесь получается, что как бы цвета мозаики. Там набор должна входить. Как все спаковано, классно. Должна входить. Ну ладно, потом. На нее будет обзор. Короче, это интересно. Там из маленьких кружочков делаешь вот такие вот всякие штучки. Потом опрыскиваешь их. И с ними можно заниматься, играть. Даже не знаю. Вот честно, даже не знаю. Я хотела еще добавок взять за 500 рублей. Там был тоже такой же набор цветов. Но там цветов было побольше. Хотела их еще купить. Но потом подумала, заинтересует ли это Дима. Заинтересует ли это меня. Может, еще не понравится. Думаю, а я куплю. Думаю, куплю лучше потом. Попозже. К Новому году ближе. Думаю, будет еще акций, наверное, много. Думаю, тогда я куплю. Думаю, как раз дома попробуем с ними, позанимаемся, что, как. И потом будет видно. Короче, вот такая, смотрите, у нас получилась закупочка. Самое, конечно, главное, это вот этот подарочек. Самый интересный. И, честно говоря, мне самой очень-очень интересный. Я выбирала его, чтобы он был качественный. Потому что, узнав, что бывают некачественные, они ломаются. Но, в основном, там я знаю, что ломаются машинки. Не знаю, как там будет с этими машинками, как там, что, как будет дальше. Не знаю пока. Очень интересно. Но посмотрим. Посмотрим, что там как будет. Я надеюсь, что будет все хорошо, потому что он выглядит реально качественно. У него будет отдельный обзор. Мы с вами посмотрим. Здесь тоже все это будет по отдельности. Я сделаю отдельные обзоры. Все тоже с вами вот это посмотрим. И с вами был канал Artmania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Смотрите другие ролики. Наши влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем. И занимаемся со всеми вот этими вот предметами, играми. Обязательно смотрите. Обязательно подписывайтесь с колокольчиком. Пишите комментарий под этим роликом. Понравился вам обзор или нет. Что какая, вернее, вещь вам больше понравилась. Вот. И всем пока-пока. Продолжение следует...